Два катера, которые сейчас спущены на воду, в принципе, они роли не сыграют, разве что только смогут каким-то образом закрыть вот те дыры на границе Украины, там, где проходит речь, и реки, там, где есть судоходные у нас реки. Это плавучий БТР. Кто-то говорит, что это речной танк, я скажу, что это плавучий БТР, это, в принципе, и по толщине брони, соответствующий по вооружению. Все вот эти вот ракетно-пушечные вооружения, все от бронетранспортера. 30-мм пушка, противотанковые ракеты, гранатомет. Тот факт, что на катер, вот на катер этого класса устанавливается вооружение под иностранные боеприпасы, уже говорит о том, что в перспективе эта модель, этот катер и вообще, возможно, произведенные после могут быть проданы куда-то за границу. Вы имеете в виду, что там под натовские снаряды, да? Да, это 40-мм гранатомет под натовские боеприпасы. Соответственно, не под, опять же, там стоит не автоматический гранатомет АГС, а под наши стандартные боеприпасы, которые в свое время производились в Советском Союзе. Их достаточно на складах, и которые сейчас используются в зоне АТО, а именно под натовские боеприпасы. То, что спустили два катера на воду, вот, и передали их украинскому флоту, ВМФ, говорит о том, что, скорее всего, следующие два катера будут спущены на воду тихо и отправлены за границу. Либо отправлены заказчику. То, что поступает на вооружение армии Украины, военно-морского флота Украины, оно, естественно, оно будет повышать боеспособность нашей армии, нашего флота. В любом случае, новость – это положительная. Новость – это положительная. Вопрос в другом. Почему именно сейчас? Значит, сейчас будут выполняться какие-то другие заказы, скорее всего, куда-то за границу. Это первое. И второе. Это, опять же, я вам уже говорил, этот катер не является боевым в плане том, что его нельзя сейчас использовать в зоне боевых действий. Это не катер для прорыва обороны, это не танк, это плавучий БТР.